воскресный день сестрой моей мы вышли со двора и поведу тебя в музей сказала мне сестра вот через площадь мы идем и входим наконец большой красивый красный дом похожий на дворец вон вот это вот смотри вон эта площадка лишь не зала в зал переходя движется толпа что-то там опять сказала мне сестра и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И это черт, и лошадь сделает. Наверное, это только художники поймут. Обычным людям это не понятно. Такие же художники. А вон тоже картины. Люблю такие картины, которые далека ясные, а вблизи не очень ясные. Просто точки. Это Уолл-стрит, видимо, да? Вот это красиво, да? Такие картины мне нравятся. Вот это красиво. Вот это красиво, это краски, тона. Ну, не знаю, может, я что-то не понимаю в искусстве, но то было просто. Какая девочка красивая. Настолько точно все. Видите, это же не фотография, это же картина. 891. 891. 20. Красиво. Обычная пастушка. Пастушка. Красиво. Все, что они сидят, кому-то поклоняются здесь. Смотрят на солнце. Сели все в одну. Да, солнцу поклоняются. Интересно, что холодно. Как вас сидят на солнце. Сели мы здесь как-то в теньке, да? Сильно в теньке сидим. Вывела я нашего мученика погулять. Отхожу, мучаюсь. В общем, погода у нас классная, только ветер сегодня сильный. Ну вот, мы вышли в Корнен, конечно, погуляли, в музей сходили. Музей там такое, там, искусство разноазиатское, египетское, греческое. Красивые такие картины висят. Там, эпохи Ренессанса. Ты себя захватываешь. Картины эпохи... Я с палочки снимаю, я же палочку купила. Картины эпохи Ренессанса висят. Настолько красиво. Каждая деталька, каждая складочка, тень, ну все, ну шикарно. Вот смотришь, представляешь, здесь видно, как люди жили. И сегодня в зале, в главном, была выставка... Ну я там сняла немножко. Что такое? Была... Я так смотрю, как будто ты первый раз и видел. Смешит, ты меня не засмеялся. В общем, была выставка, даже не знаю, в какую категорию это отнести. Современники или кто? Как это называется? Я даже не знаю. Шестидесят-е. Ну такая похапщина. Шестидесят-е. Шестидесят-е. Это американские шестидесят-е. Такая похапщина, что просто. Вот я же говорю, мы смотрим картины 500-летней давности, там скульптуры, картины. Мы понимаем, что из себя представляло, ну как, по крайней мере, внешне, как представляло, что из себя представляло то время. И вот посмотреть эти картины через 200 лет, ну это просто подумать, что жили какие-то психбольные. Ну я не знаю, ну как можно такое изображать? Мне кажется, у этих людей нет таланта, не знаю. Мне кажется, я такое искусство не понимаю. Мы купили кофе из Старбакса. Я просто замер. День в рубашке холодно. Замер. Настоящие живые картины просто вот передают как бы эмоции во время там, ну например, да, во время рисования все равно вот ты видишь эмоции, которые испытывал художник. Ты все понимаешь. Я думаю, может быть эти картины, которые из 60-х, они изображают эмоции людей, ну чувства какие-то. Ну тогда, что это за люди, я не знаю. Ну не понимаю. Какая-то депрессуха, безвкусица и пошлятина. Это вот у меня все впечатление. И сказать, чтобы всем, ну чтобы людям это нравилось. Вот они точно так же проходят, как они вот так смотрят и уходят. Может быть осуждающиеся. Осуждающиеся. Зато в соседнем зале там висели вот эти картины красивые, и люди стоят вот так вот и разглядывают эти картины. Но это же значит, что можно сделать какой-то вывод из этого. Зора. А Зора хотел пить, поэтому он ничего не смотрел. Да? Как классно снимать этой палочкой. Денис стыдится, говорит, что это такие... Не надо. В общем, люди снимают, типа выскочки с этой штукой ходят. Так что мы в уголке сели и снимаемся. Да? Да, а что это на крыше там? Из-за штукой это. Заборчик. А вот тут все, вот так. Наверное, чтобы голуби не садились. В смысле? Там надо... Да, поводу, чтобы они садились, это да. Почему? Мне как-то колючки вот эти выставляют, только они аж сумбурные такие. Ой. Ну, в общем, мы уже дома. Такое сумбурное, наверное, получится видео. В общем, погуляли в Корнеле, сходили в музей в этот. Потом пошли в суши поели, сходили в DJ Max. Там надо было мне сдать одну кофточку, которая... Ну, пришла домой, в общем, я не забарковала, сама подумала, что надо сдать. Сдала кофточку. Купила еще... Сдала одну вещь, купила четыре. И потом мы поехали в Эггман за продуктами. Сейчас хочу вам показать, что мы купили. И еще хотела сказать от себя и от Дениса, девочкам, которые написали пожелания от выздоровления, спасибо вам большое. И вам тоже здоровья, никогда не болеть, чтобы никогда с этим не сталкиваться. Ну, я думаю, что все будет нормально. Конечно, неприятно это все. Вот за последние полгода три операции у нас было на двоих. Ну, ладно, ничего. Бывают такие периоды. Все пройдет. Главное быть оптимистами. Сейчас покажу, что мы купили. И все. И уже у нас 10 часов. Тут мы собираем мусор, картонка. В общем, бумага, картонка. Мы пакеток таких покупаем в Велде продукты. А потом туда все упаковки картоновые сваливаем. И еще вот хотела пожаловаться. Вот эти Жорика ботинки такие супер классные, дорогие, что мы покупали. В прошлом году разлезлись. Это сапоги для дождя. Так что мы их выбрасываем. Будем покупать новые. Наверное, кроксы купим, да и все. Давай, Жора, я уже покажу. Подожди. В этот раз мы купили продуктов на 127 долларов. Короче говоря, не знаю. В прошлый раз я показала, что на 100 долларов. Сказали, где вы такие большие цены берете. Нигде не берем. Вот в магазине в обычном. Покажу. Вот так вот магазин называется. Вегманс. Вот. Вон у нас находятся в Итоке. Обычный магазин. Тут еще и подешевле, чем в некоторых. Что мы купили? Купили много овощей. Вот лук белый купили для салата. На некоторых есть цены продуктов, на некоторых нет. В общем, это овсянку день я купил. ММДМ с детям купили. На развес такой вот тут она, 3 доллара. Морковка, огурцы, лимон. Это 3 доллара стоит вот такая связка лимонов. Ну, не такие, не знаю. В общем, я буду лимонад с них делать. Сметану в таких огроменных банках мы покупаем тут килограмм. Килограмм 36. Ну, она у нас, правда, стоит, надолго хранится. Хотя вроде написано натуральное все. Но она хорошая, вкусная сметанка. И мы в салаты, и в выпечку. Ну, в общем, и пекаем, и печем с ней. Такое сгущенное молоко здесь продается. 2,50, по-моему, баночка была. Можешь брать уже свой этот. Вот это типа творога. Катаччиз. Кофе лаваза за 6,50 в этом магазине она была. Вот такое пиво. Это пиво или это саранак? Саранак, да. Оно очень классное. Это семейная фабрика. Сколько она стоила? Все и чем-то? Это 7,40. 7,40. Вот такие помидоры. Все они, конечно, жуткие здесь помидоры. Но вот это вроде я понюхала через эти дырочки. Вроде пахнет. 5 долларов стоит. Сколько здесь? 7 помидоров. Дальше. Вот курица грудка купила. 10,23. Сколько здесь? 5 фаундов. Ну, где-то 2,5 килограмма, чуть меньше. Дальше я вот с мисок детям. Молоко в галлонах мы покупаем. Купила вот этот 4 доллара, 4 маффина. Перец вот такой черный. Такой большой коробки. Но долго там хватает. Купила вот такую еще за 2 доллара. Это уже готовая смесь для выпечки. Сюда нужно только добавить воду, масло и 2 яйца. И будет вам маффина. Ну, это я взяла на всякий случай. Что захочется, а ничего не будет. Так можно с детьми будет спечь. Вот такую пасту берем. Тут 4 упаковки. Берем сразу. Много. Потому что дети у нас кроме вермишели ничего не едят. Вот этот хлеб замороженный. Очень вкусные. Вот такие булочки. Они мультигрейн. Как это называется? Зерновые вот эти вот. Не знаю, я их по-русски уже забыла. Тут 8 штучек. Ну, так прилично стоит. Не помню сколько. 5-6 долларов. Нет. 4-5 долларов. Не помню. Так. Вот это петрушка. Большие такие здесь эти. Это романский салат какой-то. Это перец. 6 штучек. По-моему, 5 с чем-то стоит или 6. Это я купила мяту просто дробленую. Редиску. Такую. Тут 7 редисок. 1.30 по-моему, стоит. Этот день я купила себе такие марнелад в шоколаде. Фиги. Вот. 3.57. Это инжир, да? Бананы. Все. И здесь конфетки тоже какие-то. Ассорти. 2.44. Ну вот. Еще вот это вода. Покупили просто, чтобы попить. Там 70 копеек стоит бутылка. И 2 кулька яблок. Кульки большие. Сколько здесь? Ой. 3.60. Ну, 3 килограмма 600 грамм. 2 кулька яблок. И вот еще потеряла. Купила я. Я же все рецепты хочу какие-нибудь из французского сделать. А там есть очень много, почти в каждом рецепте. Мускатный орех. Вот я купила. Не дешево. Потому что 6 долларов такая малюсенькая баночка стоит. Ну, вот и все. Вот и все наши покупки. Так что. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok